Формирование зелёного пояса – это возможность сбалансировать экологическую обстановку. Предполагается, что зелёные лесонасаждения помогут очищать воздух от вредных примесей, создают уют при въезде в город и помогут защититься от ветра. На реализацию данного проекта из местного бюджета выделено 49 миллионов тенге. Металлическое ограждение устанавливается в связи с интенсивным движением крупного рогатого скота в данной части города. Ограждение шириной 9 метров протяжённостью 2,5 километра. На данный момент час до «Москвичей» уже установлено. Работы ведутся докустройком, то докустройком директор, то Азамат Тажинов. Там будет после завершения работы по ограждению будет сниматься слой и постелится плодородный слой чернозем и будет в конце сентября, начале октября будем посажать деревьев. Это у нас лох и карагач. И в последующем будем смотреть посадку клёна и в последующем будем смотреть, какие будут приниматься. Полив будет осуществляться путём капельного орошения. Для этого на расстоянии друг от друга будет установлено 8 бочек с водой. Полив будет капельным орошением, будут устанавливаться бочки, будут провести трубы для полива и по необходимости будет заполняться водой. Бочки будут заполняться водой. Проект реализуется на основании договора по содержанию и обслуживанию дорог города Аксай, жилищно-коммунального хозяйства района. Согласно предвыборной программе партии Нур-Отан, согласно плану озеленения Управления природопользования Западно-Казахстанской области. Согласно генплану города Аксай, на этом месте предусмотрено индивидуальное жильственное строительство, ИЖС. Когда будут люди устраиваться, он по чередке будет останется, как аллея. Ну, как по улице Дружба народов, точно такой же будет аллея. Саженцы для посадки будут доставляться из местного питомника – Бурлинского лесхоза. По плану осенней посадке подлежат 2500 деревьев.